МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Несколько недель назад мы показывали вам сюжет про аварийный чердак 36-го дома по улице Большой Арнаутской. Там из-за халатности коммунальных служб, которые вовремя не выполнили ремонт текущей кровли, полностью сгнила балка перекрытия. На данный момент людям на головы рушатся остатки кровли, подвергая опасности их жизни. Выполнять ремонт необходимо немедленно. Однако ЖКС бездействует. Вначале мы обращались в ЖЭК, чтобы просто здесь у нас валялись доски, вот отсыпались, но ничего не помогало. Потом вот у нас соседский муж вызвал альпинистов, альпинисты сняли, потому что доски вот так висели. Это все за свой счет мы сделали. Вот там балка все проднила, там падают камни, там голуби гадят. Сосед вот с нижней квартиры собрал два ведра помета и занес начальнику ЖЭКа, чтобы это сделали. Соседка сделала себе вот видите маленький козыречек, потому что вот такие булыжники падают, она боится выйти из дому. И мы сколько просим, ничего не помогает. После многочисленных обращений в четвертый участок ЖКС Портофранковского на проблемный чердак прибыл кровельщик. Однако работал он не бесплатно и совсем некачественно. Наш кровельщик называется Карлсоном. Когда его вызываешь, он говорит, я что, Карлсон вам лазить на крышу? Вот, но крышу он залатал. Только после того, как я согласилась заплатить ему определенную сумму денег. Он залатал что-то не очень. Ну так... А тут вообще ничего не делал. Это вот Таня делала... Какой некачественный Карлсон. Нет, нет, совершенно. Наверное, он варенье мало кушает. После очередного обвала Надежда Исачкина, которая чудом не пострадала, тут же направилась в ЖКС. Однако реакция начальника шокировала. Гвозди ходила сама, писала заявление. У меня есть это заявление, которое я приходила. В прошлом году я приходила, приносила эти гвозди. Говорю, у меня прямо чуть не убило. Он говорит, вот когда убьет, будете ко мне обращаться. Последней надеждой для жителей, которые устали жить в постоянном страхе обрушения, стала команда Центра защиты Одесситов, куда они обратились за помощью. Правозащитник Алексея Сауленко оценил всю опасность ситуации и вместе с жильцами отправился искать решение вопроса в четвертый участок ЖКСа Портофранковского, где удалось застать его начальника Сергея Любенко. Он заверил, что ждать ремонта осталось уже совсем недолго. Мы заказали материал, нам его завезли сейчас на базу, завезли эту балку, и до конца этой недели, я думаю, что мы должны уже установить эту балку. Там очень сложная ситуация, но оно может рухнуть, и погибнут люди. Тогда будет ремонт. Просто там живет участник войны, она не выходит даже на балкон, она боится выйти. Она говорит, я даже не дышу воздухом. Она говорит, дайте мне хоть последние дни подышать воздухом. Мы уже балку завезли на базу, то есть уже есть эта балка. То есть мы до конца недели постараемся... Однако Сергей Любенко обманул одесситов, не сдержав своего слова. В указанные сроки рабочие даже не пришли осмотреть объемы ремонта. Убедившись в абсолютно халатном отношении к своей работе со стороны сотрудников ЖКСа добиваться выполнения ремонта, мы направились уже в ЖКС Портофранковский, где пообщались с его директором Виктором Страшным. Большая Арнаутская, 36. Опять же были участки. Опять же начальник сказал, что до конца недели сделаем. Причем уверенно, мы сделаем до конца недели. Это было в понедельник. В пятницу будет сделано. Прошло три недели, ничего не произошло. Значит, материал уже получил. Ну, где-то с недельку придется ждать. На этой неделе сделаем? Да. Он говорит, уверен. До конца недели будет сделано? Ну, на этой неделе или в начале той вопроса. Виктор Страшный дал очередное обещание. Но люди, которых обманывали уже больше четырех лет, просто не верят им. Я вам не верю. Ну, давайте, посмотрим. Вы сказали, чтобы я пришел первого сентября и сказал вам спасибо за то, что уже все сделали. Уже сегодня первое ноября, сентябрь и октябрь. Я хожу к вам уже целый год. Целый год именно, когда вы стали начальником уже здесь. До этого еще три года ходил по поводу одной балки. Вы же видите, уже материалы есть, осталось немножко. Вы же видите, вот я четыре года жду, пока будет делаться ремонт. Теперь будет жек, четыре года ждать, пока я буду начать оплачивать. Гвоздь с третьего этажа падает на голову. Меня чуть не убило. Вот я давала этому, кровельщику показывала, он взял отшвырнул в сторону и сказал, это не моя работа, я вам не сказал лаз, и лазить я не буду. Своё бездействие директор попытался оправдать любимой отговоркой коммунальщиков. Сослаться на долг жильцов за услуги, которые фактически не предоставляются. Татьяна Валерьевна, вопрос конкретно к вам. У вас долг 996 гривен. Какой 996? Не может такого быть. Дочка только заплатила, я её мать. А у вас, Александр Дмитриевич, долг 887 гривен. Он составляет как раз материал на вашу кровь. Я вам сказал, когда я буду его платить. Через четыре года после момента проведения ремонта. Подождите, зачем мы говорим о долгах, если люди пять лет просят отремонтировать эту балку? Почему они должны платить тогда? Получив очередное обещание, Центр защиты одесситов обязательно проследит, чтобы на этот раз оно было выполнено. И одесситам больше не пришлось тратить в ЖКС свои нервы и время. Обшарпанные стены, прогнившие водопроводные трубы и выбитые окна в парадной дома на Пироговской 7-9. Всё это – результат многолетней бездеятельности местного ЖКСа. Жители дома рассказывают, ремонта здесь не видели уже 40 лет. По чердаку проходят трубы горячего отопления. Они полностью сгнили, полностью. Поставить хомут нельзя. Когда они рвутся, вот эта вся горячая вода льётся мне на голову. И я бываю целыми ночами, вон там вот чердак, я целыми ночами с тазиками там стою, потому что вода будет литься по первый этаж. Из-за постоянной сырости переборки над окнами в парадной рухнули, а потолок покрылся плесенью. На многочисленные заявления жильцов коммунальщики не только не реагируют, но и хамят. У нас новый начальник ЖКС, который именно, во-первых, он не говорит, как его фамилия, мы пишем куда угодно жалобы, он ничего не делает. Он ничего не делает, он только кричит для того, чтобы мы просто туда больше не ходили и не жаловались. Одесситы возмущены. Они не только исправно платят за коммунальные услуги, но даже купили всё необходимое для ремонта в подъезде, а результата нет. Вот у нас был сильный ветер, и побивалось стёкла, пошли к начальнику ЖКС, стёкла принесли. Он сказал, что мы выбили это сами, он вставлять не будет. Точно так же за трубу, которая течёт в парадной, уже пять недель идёт борьба. У нас полностью изъедена грибком несущая стена, вся мокрая, парадная не отапливается, стена из ракушника будет просто осыпаться. Вы понимаете, мы к нему ходим, принесли трубу, ничего не делается. Устав терпеть откровенное хамство от коммунальщиков, жители дома обратились в Центр защиты одесситов. Вместе с ними правозащитник Егор Прокопчук отправился в ЖКС Фонтанский. Начальник ЖКС реально вредитель. Вы знаете, у нас такого не было. То есть люди купили трубы, купили стёкла, принесли к нему, вставьте и поставьте, он сказал, у меня нет времени. Мы выедем туда, я вас наберу. Только заранее, если можно, потому что у меня две работы, и я могла... Наберем вас, и мы встретимся. Спасибо вам огромное. Что можно сделать? Первочередная работа – это противоаварийные по замене труб аварийных. Что труба есть, может, труба, стёкла – это и есть. Я понял вас. То есть прежде всего выполним эти работы и посмотрим, что мы можем запланировать на ближайшее время. Центр защиты одесситов проследит за тем, чтобы это в ближайшее время наступило, как положено по закону, в кратчайшие сроки.